Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, праздник отдания Пятидесятницы, и сегодня Церковь предлагает нам, к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, 1 глава, стихи 7 по 12. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. «Свидетель мне Бог, которому служу Духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня суббота, день отдания праздника Пятидесятницы, и Церковь предложила нам сегодня рассмотреть, услышать за богослужением отрывок из послания святого апостола Павла Кремлина. Сейчас мы возвращаемся опять вновь в первую главу, и перед нами некий элемент, структурный элемент античного письма. Дело в том, что апостол Павел не отступал от типичной структуры написания текстов в те времена, и они разделены на некоторые блоки. Это приветствие, адресат. Апостол Павел пишет, кто, кому, пишет данное послание, обязательно мир, как мы сегодня прочитали, «всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это первый стих сегодняшнего отрывка, седьмой стих первой главы. Далее по структуре такого античного письма идет приветственное слово, обычное, но в данном случае здесь идет благодарение и молитва о тех, кому пишет апостол Павел данное послание. И вот сегодняшний наш отрывок, это как раз-таки вот это и есть благодарственная молитва апостола Павла об адресате своего послания. И вот что здесь пишет апостол Павел. «Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире». Итак, римская община была известна, была знаменитая, и недаром апостол Павел стремился здесь проповедовать, стремился здесь основать общину, и хотя не он основал эту общину, но так или иначе поддерживать эту общину римскую, потому что он понимал, что Рим — это центр тогда всего цивилизованного мира. Вся цивилизация была построена именно римской административной культурой. Культура как искусство, философия — это эллины, это греки, а административная, правовая сторона — это римляне. Дороги, транспорт, почта, безопасность, денежные знаки — все это зиждилось на культуре римского государства и на мощи, вот эти цивилизационные мощи Рима. И апостол Павел понимал, что это прекрасные инструменты для проповеди, ибо все дороги ведут в Рим. Если в Риме будет мощная христианская община, значит, христианство будет распространяться. И вот он говорит, что он благодарит Бога через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. «Сверетели мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, то непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Здесь он говорит о своем намерении, о своей радости от осознания того, что он придет к римлянам, он хочет прийти к ним, он молится об этом. «Ибо я весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею». Такие, на самом деле, очень лестные слова звучат из уст апостола Павла. Он хочет прийти к ним, он хочет поделиться с ним опытом своей проповеди и от них почерпнуть нечто. И вот эта вот структурная часть данного послания, она является, скажем так, эталонной для всех других посланий. Мы можем видеть вот эту структурную составляющую и в других посланиях апостола Павла, за исключением, пожалуй, только послания к евреям святого апостола Павла и к Филимону, потому что она носит личный характер. Но вот к евреям это самое в этом смысле уникальное, отличающееся от других посланий апостола Павла, в том смысле, что если вы откроете, например, сейчас Священное Писание Нового Завета, откроете предпоследнюю книгу Нового Завета, это как раз таки является посланием к евреям, и вы видите, что там никакого приветствия нету, ни адресата, ни авторства. Здесь четко сказано, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благоествованию Божьей и так далее. Там нет ничего, там сразу идет информационный текст, поэтому в библейской науке принято считать, что послание к евреям апостола Павла — это не совсем послание, потому что чисто структурно оно имеет другую форму. Это скорее сборник тематических проповедей, такой мини-катехизис, который был вот так вот разослан, но это не послание в строгом смысле слова, каким, например, является классическим посланием послания апостола Павла к римлянам. Итак, он молится о том, чтобы послужить духом в благоествовании сына его, то есть, опять же таки, предмет проповеди, сын Божий, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. То есть утешится с вами верою общую, вашую и моею. Общество веры, единство веры — это очень важный аспект в жизни, церкви, потому что мы веруем в единую святую соборную апостольскую церковь. И вера у нас одна, будь то болгарская церковь какая-нибудь, или албанская православная церковь. Мы исповедуем один и тот же символ веры, и один и тот же принцип поклонения Богу, одно и то же учение о таинствах и так далее. Единство церкви, хотя исторически, на разных этапах, она занимает территории разных государств, но это одна единая святая соборная апостольская церковь. Это важно понимать, имеется в виду православная. Соответственно, утешение вызывает именно утешение в вере, общей вере — моей, говорит апостол Павел, и вашей. Едиными устами и единым сердцем. Мы так прославляем Бога, как говорят нам тексты божественной литургии. Поэтому вот это единство веры сегодня, в день отдания, праздники Пятидесятницы, очень важно нам зафиксировать в себе, пометуя о дне Пятидесятницы. Помните, в книге Деяния написано о том, что было говорение на языках, и все люди с разных территорий, с разных диаспор, из Александрии, из Ливии, Киликии, Памфилии и так далее, все-все-все они понимали апостолов, потому что Дух Святой и Благодать теперь была для всех открыта. Через веру можно было стать ее сопричастником, через веру к крещению и так далее, и жизнь во Христе, но вот быть сопричастником Церкви Христовой. И сегодня нам тоже напоминает об этом единстве веры вашей и моей. Поэтому очень важно сегодня утверждаться нам на вот этом единстве вероисповедания. Нужно его беречь, знать, и в нем твердо стоять в вере православного исповедания. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем крепки, немалодушны, будем молиться и помнить о том, что, когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, Господи, и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як он взялся великолепие Твое превыше небес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok